Это была тяжелейшая работа, работа достойная всяческого уважения и почёта. Мы знаем, как работали наши люди, это сильные люди, сильнее стали, сильнее гвоздей, силой духа и мастерством которых плавал, вот как раз таки ковалась победа и на фронте, и в тылу. Сегодня в столице Бурятии увековечили трудовой подвиг горожан в годы Великой Отечественной войны. Улан-Удэ получил звание «Город трудовой доблести». А началось всё с профсоюза Улан-Удэнского авиазавода. В марте прошлого года именно они выступили с такой инициативой. Ну, инициатива-то происходила не только от нас. Просто предложение было, поступило. Когда Путин приезжал, он был на заводе, и в это время он получил это предложение. Это же был вклад тружеников, а должен этот вклад в память оставаться и передаваться из поколения в поколение. С первых дней войны заводы Улан-Удэ перевели на 12-часовой рабочий день. Все предприятия работали под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». Именно в Улан-Удэ развернули 10 эвакогоспиталей. К 1942 году он стал единственным в СССР городом-госпиталем. Более 30 тысяч солдат и офицеров прошли лечение. Каждый второй из них был поставлен на и разрешена трудоспособность. Кроме из них вернулись в стройку. Наши предприятия в те годы ни на минуту не прекращали своё производство, свою работу. Всё для того, чтобы там бойцам было чем воевать, что есть, что одевать, идти вперёд. И этот труд не остался незамеченным. Владимир Путин поддержал идею заводчан. Сразу после этого началась работа по оформлению документов. И уже в сентябре 2023 года президент подписал указ о присвоении почётного звания Улан-Удэ – город трудовой доблести.